тундра что это такое это огромное безлюдные пространства которые вот все знают и все представляет она так и есть в тундре нет связи нет дорог нет людей существует определенный дефицит топлива то есть нельзя выражать большой там жаркий костер чтобы просушиться вот это огромные заболоченные участки что интересно на самом деле осадка в тундре выпадает не так много в тундре выпадает примерно в три раза меньше осадков чем в питере из-за крайне низких температур из-за крайне низкой испаряемости из-за вечной мерзлоты то есть это все дело не уходит в глубь земли не испаряется и за счет этого создается заболоченность заболоченность тундры вот ну и там где болото там конечно обилие гнуса вот близость океана тундровые участки они понятно расположены там уже на таких широтах где в общем заканчивается материк начинается океан близость океана в общем и вот то те же самые вот эти большие пространства они способствуют быстрой смене климата чукотка вообще омывается двумя океанами и в общем то из любой точки там порядка 400 500 километров до океана то есть это очень мало на вот с океана что к нам приходит циклон который всегда несет низкую температуру ветра затяжные дожди и в общем-то с точностью никогда в тундре нельзя прогнозировать что будет завтра какая погода будет завтра все меняется на самом деле очень быстро утром стали светит солнце после обеда может пойти дождь и продолжаться то все оставшиеся дни похода у меня в общем так было последний поход который летом я на велосипеде проехал до первую половину все было нормально вторую половину я ехал в общем в дожде ну в общем тундра и суровость это можно сказать что синонимы да но если как бы нормально подготовиться иметь нормальное снаряжение и знать какие-то определенные вещи то вполне там можно не не то что выживать может ходить в нормальные хорошие походы и привозить красивые фотографии подобно вот этим вот но вот кстати снег там в середине августа видите еще даже желтеть в общем то ничего не начало много что зеленого но уже снежок значит первое правило которое я придерживаюсь и которому пришел путешествие по тундре это мы исключаем весь fast and light все все легкоходное снаряжение понятно что в какие-то моменты или в какие-то походы как бы все может сложиться нормально и вполне можно пройти с легкоходным снаряжением и все может прокатить но как мы будем говорить о таких но о крайних случаях до которых все-таки стоит придерживаться так вот ну исключаем fast and light fast and light палатки если вы все знаете что ну знаете наверно что такое это как правило 1 дуга тоненькие материальчики огромное количество сетки то есть максимально облегченные палатки вот я бы рекомендую носить палатки все-таки с двумя дугами самостоятельств которые стоят сами и исключать палатки с одной дугой у меня вот правда была палатка мср хаба это мср хаба это старенькая модель палатки у нее была такая особенность у нее вот эта центральная дуга вот видите да она доходила практически до самого низа вот это сочленение в новых палатках насколько я знаю сочленение выше вот здесь находится вот и но для того чтобы расширить как бы объем палатки но из-за этого она стала менее устойчивая потому что если у вас самого низа получается дуга держит то есть чтобы ее прогнуть как вы должны применить больше усилий чем если вот вы если у вас точки крепления находится выше и вот эту дугу гораздо легче прогнуть чем понятно чем вот эту дугу в общем вот эта модель была очень хорошо ветроустойчиво как я я тоже потом удивился один раз просто попал с ней в ветерочек в общем она очень хорошо держала ветер у ней были и значит дополнительные петельки вот здесь для оттяжечек здесь оттяжечки то есть если ее в общем сильно растянуть то она очень хорошо держала держала ветер вот совсем недавно у меня появилась палатка фирмы фил равен тоже с одной дугой первый раз из такой пошел очень скептически тоже к ним относился я вот ходил с ней носить дозера неделю назад и есть к у кого-нибудь такая палатка но подобной конструкции очень клёво держит ветер на самом деле казалось бы что во первых она боковую сопротивление держит во вторых вот все вот эти растяжки они так жестко и устанавливается и там был довольно таки сильный ветер порядка 17 метров в секунду но я по прогнозу так определил ну сильный был ветер и она в общем стояла очень хорошо и что на ну было удивительно вот но то есть посерьезнее отнеситесь к палаткам вот хабовой конструкции ну если будет желание вот допустим такую приобрести ту ну вот я сказал вам историю что в общем то держит хорошо понятно что нужно ее по устанавливать по направлению ветра да это обычно обычные правила вот в тундре если в тундре и вообще на палатке если есть дополнительные петельки к палаткам то я всегда туда привязываю и дополнительной оттяжки потому что ветер в тундре очень сильный то есть даже дома еще и либо дома это сделать нужно либо с собой обязательно взять и в общем пусть будет лишние оттяжки которые вы не воткнете не воткнете но могут на самом деле пригодится и но я стараюсь палатку всегда сильно растягивать в один был тоже показательный пример мы пошли с группой в пятнадцатом году на уилен ходили и там лагерь вот я ходил с палаткой мср у меня она выстояла ведь ведь ночью поднялся ветер очень сильный и лагерь там было чтобы четыре палатки по моему стоял и половина из палаток всего такие стали потому что ну народ просто поленился растянуть все оттяжки погода была в общем-то нормально ничего ничего плохого не предвещалось сейчас у меня вот есть палатка хилиберг который вообще аж три дуги тоже одноместная палатка три дуги но в полный же скач я с ней не попадал был в общем нормальный ветер ну она выстрела ну понятно эти палатки созданы для того чтобы стоять причем они устанавливаются с каркасом снаружи у них есть возможность даже ну дополнить широкие как бы сеточки здесь у них есть возможность даже дополнительные дуги поставить то есть можно дополнительно каркас укрепить если я не знаю вы там собираетесь какие-то у каких-то ураганы путешествовать не знаю зачем это сделал вот например пример вот тоже палатка fast and light видите она то есть тут прогибается я хоть ее и поставил нормально там растянул на все оттяжки там рюкзак как слегнул внутрь положил чтобы ее не сдуло но она у меня стоять отказывалась просто прижималась вниз до рюкзака но как бы все дуги нормально выдержали не сломались тоже момент с из одного из путешествий тоже вечером все было хорошо дальше ночь я вот в таком положении провел причем в этом случае мне не помогло даже вот ветрозащитная стенка я утром поднялся такой ветерочек неприятненький я начал строить ветрозащитную стенку к вечеру построил сижу не понимаю что она вообще не спасает палатку так как ходила так и ходит итоге я выстроил вы за который палатку видно не было тоже не помогло думаю да что такое почему потом оказалось что вот эти щели между камней то есть ветер был но настолько сильный что вот этих щелей между камней хватало чтобы ветер туда заходил и все равно палатку так ходила ну я потом еще пошел заткнулся эти щели мухом катились слезы когда я этот ягель тысячелетний там вырывал да и вставлял все ли ну я подумал ладно чукчи в общем то всегда так делали ничего плохого в этом нет вот по поводу колышек колышки на самом деле да в тундре держат плохо то есть вот этот слой почвенный наверху он совершенно он очень коротенький всего колышек пробивает а дальше он начинает упираться либо в какие-то камушки либо там сугли на какой-то либо какая-то песчаная смесь и в общем с втыканием втыканием колышек есть определенные проблемы все очень много надо перетекать перетекать много раз пробовать там камушками заваливать ну вот есть такая особенность например здесь когда я хожу там на кавказе или вот носить дозер ходил все очень классно втыкается и все прям шикарно держит вот на чукотке с этим проблем поэтому чем под чем длиньше колышки тем лучше на самом деле то есть взять тоже подвинь подвинь школочки и принципе можно там найти какой-то какую-то дырку дырку в земле вот и но хотя мы говорим о в исключении фаст онлайн снаряжения в палатках есть одна особенность у палаток все-таки должно быть достаточно сетки и желательно очень противомоскитная сетка на двери почему потому что летом белой ночи солнце либо не заходит либо вот я вот схожу с ума от бессонницы порядка 12 ночи на солнце она вон еще там видно что над горизонтом и это снят в районе пивека она там даже и даже и и и не заходила вот то есть если ведь вечером становится в принципе прохладненько но потом когда опять солнышко над горизонтом появляется часа в три в четыре утра в палатке и становится как в в теплице просто духа тень невозможно если нет ветра там реально реально спать невозможно вот как раз таки чтобы с ума там в палатке не не сошли в 4 в 4 утра нужно наличие вот противомоскитной сетки и наличие ну да противомоскитной сетки на двери или какой-то вот обидно какое-то наличие сетки на палатке то есть такой компромисс нужно найти у меня была альпинистская палатка ferina blow light мне не было противомоскитной сетки вообще я понять не мог почему потом понял что если это альпинистская палатка то в общем там в горах комаров нет и видимо она не нужна была это старая была палатка не знаю может они сейчас делают и вот я в ней конечно там в свое время летом выхватывал очень хорошо еще был тент изнутри посеребренный вообще там было шикарно а так расстегиваешь всю сетку бывает даже что но есть хорошая погода солнце и да когда хорош погода раскрываешь и внутренний полок ну тент тент имеется ввиду и все это полностью открываешь и дальше спи и спишь дальше чтобы вот это не так сильно сходил с ума от температуры вот наличие большого тамбура в палатках она также помогает в общем и готовить пищу в непогоду на чукотке как я говорил очень часто бывает что погода плохая пищу готовить приходится там внутри палатки поэтому чем больше тамбуру палатки тем на самом деле лучше ну вот это тоже порядка 2 порядка 12 ночи то есть совершенно светло вот это рассвет тоже где-то может в час в час ночи вот тоже уже солнце светает но вот что хорошо что летом если путешествуете ну совершенно нет необходимости брать налобный фонарик это во-первых во вторых значит можно не придерживаться какого-то жесткого тайминга похода то есть можно и ночью если вам нравится шарахаться потому что даже ближе к вечеру и к утру ну зачастую гораздо все красивее чем днем что днем солнце вылезло понятно палит жарит и в общем ничего не поснимаешь а вечерами нормально и плыть хорошо по по речке и все какая-то тишина спокойствие в общем тоже прикольно состоянии у природы вот но все-таки чтобы высыпаться ночью желательно какую-то повязочку на глаза носить либо какой-то баффик но если у кого есть проблемы с засыпанием если кто-то не такой же нервный как я я например ну приз при свете заснуть не могу мне все говорят что ты не устаешь но ну вот возможно а так я я летом хожу с повязочки на глаза от компании трансаера еще она у меня там где-то валяется вот что касается температуры на чукотке вот ну помимо того что там понятно что холодно холоднее чем где-то на материке есть такая особенность для тундры но для чукотки характерны как бы дневные колебания температуры то есть у него может быть достаточно тепло там плюс 15 плюс 20 ну понятно будет какой-то ветерочек вот ночью вечером как только солнышко садится сразу становится холод холодно если где-то вот тоже на материке гуляешь данным днем плюс 20 вечером ночью тебе будет плюс 15 то есть не будет плюс 5 плюс 10 на чукотке наоборот только тоже днем казалось было тепло солнышко села все стал холодно температура но падает очень сильно вот как правило тоже всегда дует такой легкий свеженький бриз который уменьшает тоже температуру поэтому есть такая особенность что у меня всегда там какая-то легкая пуховочка когда я хожу по чукотке она лежит именно для того чтобы вечером когда солнце заходит ну ты себя нормально ощущал не не жалстом от холода не дрожал флиски там наличие всяких леска но как бы не не сильно спасает лучше конечно бросить пуховочку даже вот в какой-то летний какой-то летний поход ну и тоже со спальником нужно ориентироваться на меньшая температура то есть ну более ответственно подойти кого к выбору спальник значит что касается дождей погода как я говорил уже часто меняется и с хорошей превращается в обычную чукотскую погода дожди вот на чукотке они как правило затяжные то есть это не такой ливень который прошел как вот тут на материке мы переждали опять выглянуло солнышко и ты пошел и ты пошел как правило если затягивает то затягивает надолго и затягивает уже резко то есть утра погода была нормальная там появилась какие-то область на горизонте и потом ветерком все это дело пригнала и все несколько дней ты жди жди вот жди непогоды в общем ходи там есть какие-то вестники непогоды вот на чукотке это там яркий красочный закат как правило когда то это значит все скорее всего на следующий день ты выхватишь то есть ты вечером снимаешь радуешься там и за пейзажем вот этим шикарным но знаешь уже что все придется пострадать как правило так так и получается вот но вообще в принципе для меня на чукотке дождь это даже скорее не явление природы какой-то это такое состояние некое состояние тундры то есть это такая блаженство романтика беланхолия потому что ну как говорят сейчас атмосферно очень вот то есть в принципе как бы ну чего красиво кайфушки романтика своя ходишь под дождем вот поэтому что тут важно чем чем лучше у вас будет мембран к тем дольше вы будете оставаться сухим правило в конце концов все у вас промокнет все равно то есть затечет за шиворот или где-то там под мышками затечет или по швам ну вот мембран к совершенно нужно бывает так что ты ее проносишь все время в рюкзаке не на не одевая никогда но как бы пусть лучше она будет там останется сухой на чем ты не возьмешь и потом будешь мог мокрый вот но насколько бы ты мокрый не был сам правило есть такое что главное чтобы спальник был сухой поэтому если спальник спальничек сухой и запасные какие-то вещи вещи в которых спите вы сухие сухие то как бы все нормально я вот использую компрессионные мешки герой это герма мешки из мембраны event они продаются в магазине спорт марафон либо просто даже не компрессионные герма мешки то есть даже несмотря на то что на рюкзак есть как правило чехол от дождя есть равно спальнике уже долгое время стараюсь убирать герма мешки вот но и какие-то запасные вещи тоже лучше лучше с этим делать то есть днем в мембранку часто тоже носит от ветра надевают но как бы по мне так днем в ней ходить не очень комфортно все-таки потеешь сильно и вот поэтому на дневной переход по тундрам лучше брать какую-то ветровку сейчас в принципе много производителей стал их выпускать какие-то анораки из смесовых тканей то есть не чистая синтетика потому что в тундре всегда вот гуляет ветерочек пространство как я уже говорил большие ветру не за что зацепиться есть всегда где разогнаться и то есть может быть достаточно тепло по термометру но вот этот ветер он температуру понижает на и знаете есть такой ветохолодовой индекс называемый вот по нему можно посмотреть что при температуре 15 15 градусов цельсия тепла и если ветер порядка пяти метров в секунду то температура опускается до 6 6-10 градусов то есть ну довольно таки ощутимо ощутимо холодно почему 15 градусов беру потому что 15 градусов но это такая нормальная средняя дневная температура для для тундры то есть она может быть и жарче конечно но вот ну тундра есть мы придем в тундру и посмотрим вниз то мы увидим что увидим болото как правило вот качка и болото поэтому вот на самом деле вот такая обувь это лучше обувь что можно придумать для тундры вот ну меня бы наверно не взяли в амбассадор и себе дел фотки такой обуви вот поэтому ну понятно время в резинках ходить тоже него и не очень комфортно и ноги натираются и как бы их можно конечно некоторые люди таскают для переправ или для или для болот но значит есть свои особенности для по выбору ботинок для походов по тундре вот особенность она одна ну вот видите да такие участки бывают продолжительный особенность она одна в общем у ботинок чем меньше швов тем лучше вот то есть понятно что так ботинок у которого меньше швов он более жестким предназначен для более таких серьезных горных походов но вот в тундре вот этот факт он очень сильно спасает то есть швы потому что со временем начинают но в первое откуда влага начинается очищать сочится это через швы в любом случае даже допустим в таких ботинках вы там если будет болото но на не знаю третий третий четвертый день зависимости от новизны ботинок и от того обрабатывали ли вы их водоотталкивающим средством все будете мокрый но вот какое-то время вы будете оставаться сухими если у вас ботинки меньше швом вот такие ботинки они конечно полегче помягче но я бы однозначно таких ботинков тундру не пошел потому что вы видите да и тут очень много швов и какая-то какая-то там сеточка понятно что с гортексом который не спасает то есть я бы выбирал вот такие кожаные ботинки с цельным верхом бывает даже что они у них язычок чуть ли не вот досюда прошит вот я бы в таких гулял они конечно сушатся гораздо хуже то есть кожа если мокрый они долго остаются сырыми но вот как-то так значит да да я не знаю нету по моему сейчас все ботинки с мембрана какие ботинки сейчас без мембраны они по моему сейчас все с мембранами сделаем но они я же говорю они если ты ходишь там чавка где-то по жижам то в итоге там на третий четвертый день все равно ноги как правило будет сырые это нужно понимать нужно знать и просто вы идете и настраиваетесь на то что в конце концов вы будете скорее всего мокрыми не это реально почему есть методы боги спорт марафона есть по моему даже я статью писал про то как сушить да да сейчас расскажу про нас кида значит ну слушать несколько методов самый самый простой если все таки вы днем днем промокли вечером дождя нет и в общем-то сильный но довольно таки хороший ветер просто их раскрывать на ветер и они сохнут под ветром очень быстро и очень хорошо у костра обувь такую вообще не рекомендуется сушить могут расклеиться и швы и покоробиться они могут ботинки можно сушить вот очень хороший способ есть как это вы нагреваете камушки допустим в котелочке главное тут тоже не перегреть камни не перегреть котелок потому что ну камни не по всей площади лежат на котелка например как вода и тепло проходит через котелок камня к воде например камня меньше соприкосновения котелка и можно просто котелок пережечь и у вас на дне образу дырка получится то есть вот важно не перегреть камушки камушки и потом когда не перегреть котелок но вот эти горячие камушки вы насыпаете в ботинок так сидите шерудите перекатываете там и и вот они за счет тепла и вот часику так посидите они как правило ну как правило высыхает можно если не лень в принципе собой набрать газет тоже я иногда просто пик пихаю внешний карман рюкзака и просто с вечера газет туда насувал утром они ну газета мокрые ботинки более-менее сухие днем вот эта газета там ее может где-то на обеде например расстелил она если тепло она тоже в общем то в общем высыхает вот еще наверно какие-то методы есть но вот я говорю в блоге спорт марафона есть статья про носки до чем чем больше носок вы с собой взяли тем в общем то дольше вы будете ощущать себя как комф комфортнее я беру там три три четыре пары и в принципе даже если ботинки мокрые с сухим носком вполне нормально туда влезть и там какое-то время он конечно потом тоже намокает но когда ты уже расходился у тебя и носок промок но уже как-то на это не обращаешь внимание то есть нормально ходишь пока ходишь в сухих носках сырые можно повесить куда-то на рюкзак и это в общем то все нормально высыхает понятно что нужно тоже использовать какие-то трекинговые современные носки для походов не брать х башку х башки только вот можно спать ночью спальники при я приятно после дня перехода но в х б носки если они промокнут вы их в общем никогда не просушите современные носки для походов они делаются из синтетических материалов там с добавлением шерсти и то есть они сохнут довольно таки быстро тоже и на вид не на ветру и возле костра понятно что не сажать главное не сжечь да не увлекаться сушкой возле костра но многие люди сушат там носки или даже ботинки спроса и в них спят в спальнике но я так таким не увлекаюсь как бы потому что ну ботинок ботинки или даже носок он спальнике не высыхает он просто свою влагу передают спальнику то есть ну как бы не знаю в общем я этим не за ним я этим не занимаюсь да вот да у меня бы у меня были не промокаем носки к сожалению дырка там уже образовалась сейчас тоже расскажу вот берете большой запас носок ну чё они вот сейчас спорт марафоне там распродажа я не знаю можно набрать я тоже один раз просто плюнул и заказал целый мешок этих нас носок с распродажи они приехали в полцены и как бы я до сих пор хожу там некоторые из этих носок ношу берете еще и с собой запасные стельки тоже это помогает то есть ну одну дополнительную пару я беру обычно не все и у вас и стельки сушатся допустим с носками там где-то висят на рюкзаке и сухие стельки сухие носки у вас в ботинках и все и все нормально вот но важно тоже понимать то беритесь сельки и стельки из синтетических материалов я один раз не посмотрел ну просто какие-то стельки там взял с комода или один там ботинки стоят засунул их это оказались какие-то стельки типа войлочных что ли они короче у меня весь поход были мокрые я весь поход их не мог высушить и в конце концов они у меня даже завонялись я просто просто выбросил вот то есть обращайте внимание на носки и на стельки непромокаемые носки ну как есть вот есть в мембранные носки тоже в спорт марафоне не продавались по моему они все закончились да у вас нет сил скинс до носки что-то первое время их попробовал мне не понравилось вот у меня пара осталась я потом ходил на сейд озере ноги тоже там промокли там и дожди были и в мембранных носочках прям совершенно было шикарно ходить то есть это как бы по сути два носка между которыми вот мембране ламинат из мембранки они такие немножко жестковатые не все-таки не не так облегают ногу но в общем то даже их приятно надевать просто с утра чтобы залезть в холодный ботинок холодный мокрый ботинок походить нога у тебя останется сухой и потом в общем то когда ботинок уже стал тепленьким от твоей ноги потом просто переодеться в обычные носки и мембранные повесить то же самое они они просохнут вот мембранные носочки они еще очень хороши для пересечения каких-то рек водотоков то есть надели носки желательно подлиннее вот продавались тоже спорт марафоне были коротенькие но вот купить какие-то длинные по колено мембранные носки и в тех же самых кроксах каких-то тапочках спокойно можно совершенно переходить реки я даже делаю делал по-другому я брал надевал ну снимал обычные штаны до надевал мембранные штаны надевал вот эти носки закрепляла мембранные штаны поверх носок вот тут ну такой стяжечкой велкро если кто знает есть такие гибкие стяжки очень прикольный велкро в магазинах радио или техники они продаются там провода стягивать просто вот тогда стягивал и то есть можно переходить в брод в мембранных в мембранке и в мембранных носках реки которые там выше колена совершенно классно то есть уже нет необходимости вот как раньше таскать там какие-то вот сапоги либо там химзащиту некоторые таскать таскали вот я тоже таскал то есть чтобы как какие-то речки пересекать можно в общем так но можно в принципе вообще голым пойти то что если вы закаленные но что-то я не такой закаленный там в середине к серединам рек иногда орать приходится потому что ноги отнимаются вот еще можно ходить в неопреновых носках тоже они промокаемые но они мокнут да но вот у вас внутри там получается чавкает тепленькая водичка и это и я вот неопренные носки они как-то меньше когда нога мокро они меньше натирают ногу чем обычные носки все-таки но мне в неопренные один раз походил мне не очень было комфортно ходить то есть вот в обычных носочках ну от ног еще кстати говоря есть хороший сейчас пластырь продается от мозолей от всякого называется компит джонсон джонсон может быть знаете такой вторая кожа он как-то так называется вот рекомендую вот помимо сейчас извиняюсь помимо болот в тундре есть такое зверство как качка вчера я рассказывал о качке ну это да это не кочки как на поле где картошку вы выкопали да и оставили какие-то действительно кочки это отмерзшие корневища и собственно там стебли растения которые называются пушиться то есть они вот со временем формирует вот такую дернину вот из из кочек ходить по такой тундре но практически вся тундра она вот состоит из качки разной степени высоты и разной степени дикости для некоторых людей вот я знаю приезжали там люди с которым мы ходили в походы а для них это было совершенно новое какое-то покрытие то есть они даже не представляли что такая жесть может быть и когда на в течение дня вот надо по ней пилять это но это этого выматывает это подворачивает ноги это в общем ты идешь как пьяный спотыкаешься по ней ходить невозможно потому что она сама и лозит между его качки между качкой как как правило вода лежит находится то есть ты еще и мокнешь скорость падает там порядка ну нормальная скорость передвижения по тундре это вообще там два три километра в час в принципе вот скорость падает и в общем-то сильно выматывается когда там люди узнали что мы будем что мы за за день должен должны пройти там 18 километров они такие пусть 18 километров что это такое может внутри цаточку будем делать вот но как бы по себе знаю что 20 если сделал по тундре ну то это нормально устаешь 20 коммент в день по тундре вот именно где нет дорог где нет троп вот по этой качка если есть какие-то болото кита реки переходить 20 км в день это очень хороший показатель 25 это вообще просто фантастика вот но в концу дня мы даже 18 километров не прошли потому что народ там ну с казахстана в них качки качки там нету народ выхватил по полной и с ногами там в первый день уже у многих вообще были проблемы с ногами с ботинками вот как раз таки вот из-за из-за этой качки потому что многие не привыкли к этому во первых там связочки все вот эти тут тоже не привыкли нога на качке ставится то прямо то так то криво то еще как нибудь поэтому очень нужно серьезно подойти к выбору ботинок и к разнос к разносу ботинок перед перед походом в принципе это всегда надо делать но вот если на на плоскочек где-то на плоских ландшафтах то еще ножки могут спастись то вот на качке они тут натирают в самих неожиданных местах то есть берегите ноги и разнашивайте конечно ботинки перед перед походом особенно перед походами по тундре вот как я сказал еще платят пластырями вот эти компе джонсон джонсон неплохо будет запастись они прямо очень реально спасает от мозоли как только мозоль появляется клейте туда такой пластырь такой толстый получается и в общем то все хорошо но чтобы по таким болотом не шарахаться ну как бы можно придерживаться конечно определенной тактики движения то просто забирать чуть чуть выше к сопочка то есть идти по над сопочками так мы называем то есть где-нибудь вот здесь не там тоже может быть на самом деле качка но как-то будет по поприятнее идти вот так да 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 я я использую палочки трек трекинговый потому что у меня как правило рюкзак но всегда тяжелый я там набираю всякого ли много чего лишнего вот ну да использую даже вот когда в принципе по по тундре хожу и как бы считается что-то горный как бы палочки но вот они конечно разгружают там если рюкзак под тридцатку весят не нормально привыкаешь как бы люди я знаю что им которые впервые берут палки экспедиции с палками неудобно ходить потом они с ними уже без них ходить не могут ну тут тоже самое ну понятно что да и и когда куда-то она либо втыкается куда-то туда в этот сильно ну нормально я хожу когда когда рюкзак тяжелый они очень сильно спасают тоже и даже вот в плоской тундре вот ну что касается ориентирования до в тундре я в принципе для меня там вот что хорошо там все видно в принципе по карте по карте по карте можно определить свое местоположение что не мешает никакие деревья не лес нет такого чистокола из гор обычно допустим как вот на кавказе и я обычно хожу просто с картой с обычной генштабовской двухкилометровка потому что мельче карт как правило найти нельзя вот с картой и с компасом чаще всего хожу gps у меня тоже есть причем там забиты генштабовские карты чукотки gps к я как правило включаю когда если иду куда-то на восхождение на какую-то гору что если вдруг затянет чтобы я мог еще спуститься вниз но либо в каких-то горных горных районах без gps ки но по двухкилометровки надо бывает тяжело определиться но то есть на двухкилометров в этом ты допустим распадок зашел или в соседней который там в двухсот метрах и на двухкилометровки часто может быть непонятно поэтому иногда включают gps к но как правило на чукотке она у меня где-то лежит в рюкзаке ну в брать с собой все равно рекомендую потому что может конечно и какой туманчик упасть и тогда будет непонятно не видно где где ты бродишь вот а так долинки в общем-то все просматриваем и все понятно всего долина да какая долина влево пошла какая долина вправо пошла это для меня уже вот палочки кстати ну вот не отношу я палки я с собой еще вот в качестве безопасности нашу спутниковый трекер spot называется в магазине спорт марафон продается он значит позволяет онлайн всем кому вы дали ссылку мы создали личный кабинет со своей карты и дали ссылку на эту карту он всем позволяет отследить ваше местоположное местоположение то есть он отсылает сигнал на карту там с разной частотой можно выставить от двух минут и да по моему до часу 2 там 5-10 минут и он вот вам показывает сигнал вот данный прибор он это как бы прибор односторонной односторонней связи то есть вы на него ничего получить не можете этим и плохо потому что вы даже принципе не по не знаете там улетает вообще какие-нибудь вот эти точки или не улетают у него есть несколько кнопок на которые можно нас настроить получателя либо телефон получателя либо почту получателей на каждую кнопку можно настроить какие-либо сообщения то есть вы пишете допустим что все в порядке у меня и можете каждый вечер и ну я так делал меня там одна из кнопок она по умолчанию идет окей называется но на нее можно настроить на все кнопки можно настроить любые сообщения и то есть я допустим у меня брат обычно я брату отсылаю маршрут по которому иду и вот ссылку на вот эту карту ну ссылку на карту многих есть и и просто утром встаю нажимаю ok там приходит смс что со мной в порядке и вечером тоже прихожу когда лагерь устанавливаю нажимаю ok и но это как бы мы с братом договорились что вот если нажал вечером ok это значит я где-то уже все до лагеря дошел либо там какую-то можно смс-очку настроить там окей я в лагере что-то типа такого и есть у нее одна кнопка который сос называется значит пользование таким прибором стоит по моему 199 долларов в год вот насколько я знаю в эту цену входит также и страховка то есть в случае чего за вами должен прилететь вертолет но это это за границей у нас скорее всего никто не прилетят но и у меня есть ощущение что в принципе они позвонят до мчс дозвонятся но как я говорю у меня не одно я вообще его потерял этим летом так что не получилось до нажать значит как я сказал у меня брат следит за мной за следит с вот этим треком сейчас да я сейчас расскажу и случае то это то чего там понятно что у меня брат допустим будет мчс высылаем вызывать или еще там звонить друзьям каким-то там каким-то поселком которые могут за мной приехать вот она работает по спутниковой связи и по-моему она работает на системе тура и одним не знаешь на пантура и система то есть есть там несколько систем спутника связи знают амиридиум вот тура и global star по моему ну в общем и ридиум это лидера спутниковой навигации вот кстати да тоже хорошо что спросили расскажу у него больше всего спутников которые летают на орбите и и можно звонить но по телефонам по спутникам телефоном и ридиума с любой точки земли и и там по моему даже с полюсов можно звонить у остальных гораздо меньше спутников летает и есть проблемы если ты звонишь с около полярных областей у тебя телефон там системы тура или global star он он может не дозвониться просто на просто там ты спутник должен дольше ждать или вообще ты не дозвонишься вот с иридиумом таких проблем нет вот эта система она использует не иридиумовскую систему и иногда но я потом домой приходил и смотрел какие у меня смс-ки приходили там какие оповещения некоторые не доходят некоторые точки он не показывает но как правило в течение дня он трек показывает ну вот допустим не выдерживает частоту каждую десять минут там смотришь он одну точку поставил пол полчаса назад другой там через час поставил 3 5 через десять минут то есть у него такие колебания и скачки какие-то есть его нужно вешать куда-то там рюкзачок чтобы он в небо смотрел лицевой стороной и в общем от слова ну да это прибор продается вот спорт марафоне тариф ты сам да у них заходишь на систему вот spot называется нет 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 ты просто оплачиваешь там аккаунт как бы получается вот это там сто девяносто делать доллар долларов в год тебя снимается с карточки и тебе но он активируется просто получается тебе для тебя создается твоя карта ссылка на карту просто это обычная карта google google map ссылочка вот ты вот эту ссылочку на этой ссылочке уже на этой к твоей карте начинает отображаться трек с точками начинает показываться то твои сообщения там определенные окошки есть куда ты какие сообщения ты отсылаешь либо ты отсылаешь только приватные допустим сообщения на почту или на телефон то есть она она к вашему телефон никак не привязана сейчас есть я не знаю в спорт марафоне продается нет там них другие трекеры продаются которые называются delorme что ли как-то не помнишь и да 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 ну это он по моему delorme да он побольше немножко вот да у них иридиумовская система он дороже стоит я не знаю сколько там какие там тарифы но они уже двухсторонние получаются и ты там можешь даже какие-то коротенькие смс очки отсылать вот я раньше ходил со спутниковым телефоном но после того как доллар там подскочил два раза там связь какая-то стала безумно дорогая потому что вот у иридиума еще нехитро сделано у них нельзя какой-то там поминутный тариф купить или чё у них там сразу типа должен купить тариф на 200 минут допустим он стоит там какие-то не знаю сколько он стоит если честно сейчас но как дорого выходит а по сути там в тундре ну связь нужно только в каком-то экстренном случае то есть у меня нет таких желаний куда-то уходите каждый там день звонить там и говорить о вот там солнце ну то есть идти и базарить по телефону в тундру не за этим до убегать не убегаешь от всех вот так это что касается ориентирования и систем связи да зачем-то я сюда неправильно включил ну ладно это значит одна особенность которую я хочу рассказать называется павод паводок то есть тоже особенность это из-за из-за вечной мерзлоты понятно если копнешь глубже там метр там уже лед получается и вот это не дает воде уходить просачиваться глубоко и если у вас идут дожди то вся вода на принципе в конце концов обильно стекается в реке и реки очень сильно разливаются и и то есть не то что даже вот во время снеготаяния это как бы и лето может происходить если дождь идет несколько дней бывает такое что там ручеек который вы могли перейти не замачив ноги он там станет там пятиметровой какой-то рекой бурлящий то есть есть такая особенность следует про нее знать вот я вчера тоже рассказывал как у меня лодку унесло то есть я в одной из путешествий ну как всегда делал приплыл и лодку не я не привязывая вытащил просто-напросто на берег берег был плоский такой и и река длинная и где-то там в верховьях она в горах начиналась там видимо шли дожди и уровень в реке за ночь поднялся настолько что на три метра от уреза воды когда я вытащил он уровень поднялся там сантиметров на 15 и у меня лодку просто-напросто утащила сейчас я лодочку привязываю нашли лодку потом нашли я там вышел на рыбаков у него была моторка он сказал сейчас я там пропал пройдусь и он ее нашел он где-то метров 100 уже прибила но на соседнем берегу и куда-то в кусты горит ты бы ее в принципе даже не увидел но я бы ту реку откуда ее унесло я бы ее точно не не переплыл не переплыл слишком широкая и холодная только может быть как фильме территория если там меня потом спасали костры в тундре ну несмотря на то что как бы в принципе деревьев нет костерок вы там всегда можете разжечь там всегда есть какие-то березочки чахленькие вот следует знать что все деревья они в принципе растут вдоль рек то есть какой-то какой-то ручей какая-то река там всегда будут деревья и там даже будет какие-то вынесенные рекой деревья которые в общем-то очень хорошо горят и то есть принципе костер жечь в тундре совершенно реально ну для меня костер несет он две функции одна из них это приготовление пищи хотя вот я в принципе на костер как на приготовление пищи никогда не рассчитываю то есть я всегда запасаюсь газом и рассчитываю что буду идти нога на газу если есть деревья я костер жгу потому что ну это прикольно жечь к жечь костры вот но помимо защиты помимо готовки еды ты для себя создаешь какую-то там мнимую уверенность то что он поможет тебе от медведя вот но медведям на самом деле на костры и все равно вот в общем-то огня боятся только им палку если пих пихнуть куда-то в морду а так если они чувствуют дым они в общем не бегут сломя голову через там лес как в принципе некоторые люди так так думают потому что но тундра она сама по себе очень часто горит бывает возгорание бывает такое что с якутии откуда перенесет дым что вот но все в дыму вот как смог тут был москве да сколько-то лет назад вот и такое бывает да что туман у тебя и в общем так прикольно пахнет шашлычком вот то есть животные в принципе не сказать что дико боятся огня и костров и ды и дыма но вот для себя для успокоения я как бы там даже иногда два-три разжигают а слева от палатки справа от палатки но все он мимо костра то не пойдет он если выйдет он как бы будет там ну я так думаю он наверно будет и будет тебя обходить вот так и может быть все таки стороной как-то обойдет и все будет нормально вот но если собираетесь готовить на костре я в принципе как я сказал я рассчитываю на газ но есть и есть есть возможность я всегда готовлю на костре в общем-то и вода быстро вскипает и просто прикольно там что-то в лагере делать возиться нужно специально костровое оборудование то есть вот у вас котелок какой-то который вы будете использовать там где-то в тундре онду он нужно выбирать такой который можно будет и на горелке использовать и на и в костре на то есть не брать какие-то там тонкостенные алюминиевые лучше что-нибудь посерьезнее что никакой никакой железяку титан в общем-то нормально у меня есть титановую котелочку нормально себя на костре ведет понятно что чай с дымком получится только на костре вот видите даже я костры когда не жгу я съем какую-нибудь там сооружу эту маленький факелочек чтобы все равно какой-то антуражик такой и запах создавался но этот костер я точно не от медведей жёг мне тут страшно не было вот понятно что если вы будете тоже рассчитываете жечь ну жечь костры готовить на костре то уже не пойдет посуду с радиаторами сейчас есть такая посуда который на горелке ставится с радиаторами чтобы быстрее она закипала ну уже она хотя в принципе чем можно и с ней поставить наверное ничего не будет может быть даже быстрее закипит ну не знаю вот наверно скорее всего котелок нужен без радиатора обычный на обычный нормальный и железный какой-нибудь котелочек вот ну если жёте костры современная одежда вот эта вся крут крутая одежда она очень круто прожигается всеми искрами от костра то есть если будете жечь костры будьте аккуратно выбирайте там деревья которые не стреляют вот ну и да аккуратней аккуратней с искрами принципе сейчас тоже продаются там смесовые ткани какие-то из которых хлопок себя включает они меньше прожигаются вот у меня сижу g1 g1000 от фил райвен то есть чем мне нравится тем что вот она прожигается конечно но гораздо меньше чем как какие-нибудь мембранной ткани то есть сюда уголек пропадет упадет можно будет смахнуть вот то есть если вы идете куда-то в поход и понимаете что дождя не будет будет нормально сухая погода и вы будете жечь костер можно в принципе и и в хлопке в какой-нибудь пойти ну не в хлопке я утрирую но в какой тканях не в современных синтетических материалов и в общем она будет поустойчивее костру ну и с собой если тоже хотите жечь что-то с собой понятно берете там пилы топоры или какие-то большие толстые ножи которыми удобно в общем рубить деревья в магазине спорт марафон продавалась хорошая пила фискарс такая складная пила может кто знает вот она у нее лезвие вкладывается внутрь ручки то есть она вот такая получается но она зверско пилит такие бревна и можно распилить то есть она очень грызучие и ничего не не весят я такую пилу рекомендовал топорик все-таки в походе таскать это конечно ну тяжеловато если какой-то сплав еще можно его закинуть тоже удобно топориками зимой кстати очень удобно лед вырубать и мы с тобой в зимние походы всегда берем топорик чтобы любить 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 чтобы рубить лед на чай на воду потому что вода из-за льда она гораздо вкуснее чем вода из снега который ты уже топил в две недели и уже пить его не можешь этот снег вот если хотите готовить на газу есть одна особенность для чукотки и для ту ну тут и больше не для тундры но это отсутствие отсутствие резьбовых баллонов в магазинах то есть я так понимаю что в принципе во всех каких-то деревнях вот я щас был на кольском полуозере лавозер поселок село или поселок лавозера и они сказали у нас тоже резьбовых баллонов нет у нас есть только вот цанговый баллон ну знаете да дихлофос так и называют еще вот то есть чаще всего вот в этих отдаленных селах используют такие баллоны потому что но все используют какие-то печки там корейские китайские там используются вот такие баллоны поэтому знаете что лучше всегда готовится к тому что резьбовых баллонов не будет на чукотке они вот в анадыре например их можно купить и в других каких-то там поселках купить будет невозможно поэтому во-первых откажитесь от всяких там джет бойлов и подобных систем быстрого приготовления пищи запаситесь вот таким переходничком или в общем то есть и от и понятно что нужно не на баллонная горелка который навинчивается она горелка со шлангом чтобы вы ставили чтобы дихлофосы не держали да вот так с факелом не готовили вот но есть вот такие еще переходнички то есть в принципе от на баллонной горелки не не можете отказаться но суда он можно даже и какой-нибудь джетболик навернуть то есть есть вот такой переходничок не то нельзя же запрещено нет я согласен ну вы нагрушаете закон уна у нас тоже мы тоже один раз в эпоху моей юности у нас тоже улетели баллоны в этом багаже и нормально правда всю дорогу боялись что они там бахнутым но я бы не стал так делать санга вы есть они в принципе как-то ну рисковать жизнями других людей то есть в самолете нельзя и там в сочи ты стенд не видел новый стоит стенд запрещенные к провозу и там стоят газовые баллоны как раз таки и корее корейский вот этот санга вы и ну я не не я не знаю я не отвечаю за их за их продажи я если маршрута идет у меня с какого-то поселка я как правило там связываюсь где-то нахожу там на форумах вконтакте или еще с кем-то или просто спрашивать баллоны продаются ну да и как бы и еду туда и покупаю ну интересующий санга иногда не интересуюсь в крупные города в какие-то там на чукотке их три всего да я-то могу еще спросить а резьбовые есть баллоны мне сказали нет нету вот прошлом году мы приехали в пивек летом и мы газ вообще нигде не нашли вот то есть все раскупили оленеводы и увезли к себе в стойбище и мы покупали там участника какого-то нашли он нам но нам немного надо было нам надо было там три-четыре баллона мы то есть купили но вот бывает такое да что то есть если куда-то едете заранее нужно если не отправили конечно господь не почитаете вот с таким переходничком у меня вот недельку назад также случился трабл один то есть до этого никогда не было вот у него есть здесь резьба да на которую наворачиваете ну и дырочка куда в общем-то шток входит от 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 горелки вот и внизу вот здесь внутри но если у вас есть есть у кого-нибудь такие переходники видел там в там внутри есть резиночка прокладочка такая чтобы видимо все было герметично и короче у меня получалось так что вот эта резинка она мешала штоку туда внутрь войти и продавить вот этот клапан который газ выпускает я навернул откручиваю все не это не шипит думаю ну нормально приехали четыре дня сейчас будет шишками топить но там что-то ножом пытался делать но потом до меня в принципе дошло до что вот эту резиночку ну я много метров там испробовал вот эту резиночку внутри надо ее вытащить и тогда в принципе она как бы дальше у тебя будет резьба проходить и шток туда войдет в эту дырочку и там нажмет на клапан и газ будет выходить но у меня вот на резьбе вот на резьбе горелки там тоже была прокладка то есть прокладка который прижимается вот сюда получается то есть газ нигде не сифонит вот то есть это вот эта прокладка она там внутри которая находится она была была лишней но вот учтите вот это дело есть то есть будь куда-то собираться и будете покупать такие переходники ну лучше дома проверьте на каком-то ну на какой-то горелочки ну в дом проверьте что нормально ли все работает и в общем разберитесь почему если не работает почему не работает один раз у меня был вообще тоже случай я пошел в поход с джет бойлом и купил нормальные кавеевские баллоны резьбовые в поселке гвикинот были и у меня я закрутил горелкой у меня тоже не то почему-то газ не шел я там танцы с бублами весь вечер делал но у меня в общем так она и не зажглась я не знаю почему вот тоже видимо где-то как либо вот это резьбовой отрезок какой-то большой либо наоборот короткий но у меня слава богу это был зимний поход и я каким-то чудом собой догадался еще взять маленькую горелочку на всякий случай запасную и в общем-то но вот это такой маленький горел горелочки потом весь поход готовил то есть если бы это была зима лыжный поход если бы в общем горелки не было не заработала пришлось бы мне 30 километров обратно пилить и в поселок потому что я уже прошел к вечеру уже довольно таки далеко 30 кометров на лыжах поэтому такие расстояния побольше вот так что до горелки и баллоны и да лучше конечно вечером перед походом еще раз проверить что у вас все нормально вот ну это еще одна ассоциация с тундрой комары и в общем-то это правда есть такое дело но чтобы не попасть в такую в такую ситуацию без без накомарника нужно просто принципе выбирать в тундре время посещения тундры и места то есть комары они не все лето они появляются в определенное время но на чукотке это там грубо говоря начала июля то есть июнь еще достаточно холодно тундры промерзшие там какие-то болотцы промерзшие их не так много вот июль там конечно июль там начало августа такой смак самый вот в конце августа их их уже ощутимо меньше и вполне нормально ну в конце августа начале сентября уже появляется там мошка и мокрец тоже это такой гнус они еще хуже чем комары на самом деле и кстати говоря вот на мошку у людей даже бывают аллергии то есть она может так покусать что там такие блямбы вырастут и надо будет вообще ехать в скорую помощь вот количество к количество гнуса она также зависит от и от места например вот ну на побережье и и вообще очень мало его просто-напросто нафиг оттуда сдувает его там нету вот на каменистых участках его тоже меньше на реке его нету но если вы путешествуете по реке если вы становитесь где-то ближе к кустиком то там может быть огромное количество комаров вот на каких-то продуваемых на каких-то продуваемых местах тоже будет меньше комаров то есть если вы все-таки пошли в комаринный сезон ну ставь если как правило ставишь палаточку там где ветра меньше то в это время нужно наоборот ставить палаточку там где ветер будет побольше то есть какие-то бугорочки какие-то холмики сопочки там вершинки вот в чукчи в принципе но оленеводы они свои ранги так всегда и ставят где-то наверху там потому что ну и сухо и продувается всегда ветром то есть там комаров будет гораздо меньше мы один раз вот так попали очень хорошо вот в так вот в такое время мы сплавлялись по реке у нас был где-то недельный сплав мы верховья где река была такая ну шустренькая где были горки мы ее быстро проскочили думаем сейчас мы прогребем тут так резво а потом внизу вих уже там где река спокойно будем уже там расслабляться до обеда грести потом курить валяться там рыбку ловить костры жечь в общем отдыхать верховья в комаров не был на понятном горной части как бы не так много а в низовьях было вот такое количество комаров что мы вместо четырех дней там валяние ничего не делали после обеда мы просто там за два дня быстренько до гребли до села потому что но находиться на улице вообще было невозможно абсолютно то есть это стоит гул такой сплошно все в тебя тыкается полная тарелка этих комаров готовить невозможно и мы даже вот сидели готовили в палатке как какие-то но непонятно кто смотрели там на закат и и в общем кайфовали столько комаров нет ну у нас открыт все было вот сеточка открыт при определенных правилах почему это в общем то безопасно но если там бухнет что-нибудь но я не знаю так из-за чего газовый баллон может бухнуть принципе понятно что небезопасно быть заживо съеденным комаром тоже не хочется репелленты помогают тоже нужно но бывает что вот если поселочки тоже какие-то маленькие небольшие но небольшие поселки вот самый маленький поселок там 150 человек в поселке там понятно что одно какое-то сельпо если вообще не на почте там продукты продаются то репеллентов тоже может не быть если куда-то едете лучше конечно заранее спросить есть репе ну есть нет репеллента но их можно с собой всегда при провести и в багаже их можно сдать вот тут кто кто как любит мне они не очень нравится но я ими брызгаю на лицо не стараюсь на лицо на руки не брызгать а как бы я имя обрабатываю одежда в основном вот и ну я чаще ношу на комарики я не знаю ни ко мне как не липнул уже последнее время почему-то вот у меня либо про либо действительно какие-то места выбираю либо время выбираю либо ну как бы я хожу спокойно только вот с репе лентами летом брал два баллона я даже один из них не израсходовал потому что ну как но летает и летает там смахнул его и и и пусть вот ну можно использовать на комарники но мне не тоже не нравится что тут сеточка что-то мельтешит там иногда забываешь например чай начинаешь пить через сеточку там или этот глаз почесать там или что еще что-нибудь вот на комарники бывают вот такие виде панамки бывают такие виде бейсболки лучше использовать вот такие на комарники потому что вот у тебя получается поле и сетка свисает вот видите если у бейсболки у тебя получается что сеточка прилегает к лицу и комары и все равно они вот садятся на сетку и всем прокусывать я один раз пошел с такой и больше я с такой не ходил что она вроде до маленькая и вот так можно сжать засунуть куда-то в в карман ну по факту оказалось все гораздо хуже а это носить неудобно не заниматься ну как бы нет я такой не использовал я слышал что от мошки помогает ванилька нет не помогает ваниль на мороженое со спиртом да там это да ну вот я слышу что берешь простой обычный в ванилин мешаешь с кремом детским или такими любым другим локситан там какой-нибудь хочешь можно попробовать до крем там гвоздику грейпфрут есть ну это роскошь в походе г проходит мы помыла один раз вытащил парень до в зимнем походе из волокуши на грейпфрут еще нет вот ну как я сказал уже лучше конечно выбирать просто время путешествия путешествия но я и так вчера советовал в принципе путешествия середина где-то августа начиная и там до середины сентября может быть даже до конца сентября ну в зависимости от региона я сейчас был сейчас конец сентября я был на сей дозере там совершенно красивый и золотая осень только-только наступает но это тоже тундры лавозерские тундры называется на чукотке уже там у нас все бурая было в в начале сентября и то есть но не некрасиво уже картинки такой нету вот то есть выбираете время когда их меньше и ведете путешествовать нет смысла в июне куда-то тащиться через через такие там участки тундры по дневным переходом понятно что у вас там сожрут и не сожрут но это будет мало мало приятного конечно вот в этом когда ты идешь тепло жарко еще и это все кружит орет и куда-то кусает вот еще собой вот рекомендую брать в тундру и есть спиральки комаров или чего их принципе удобно где-то в тамбуре палатки но поджог на пять минут что вот этот дым и они там ну бывает очень много залетает их потом не оттуда не выгонишь и в палатке они ну прожег спиральку они там все как пьяные становятся вниз падают потом весь полпалатки в комарах такое бывает и удобно их ну а потом потом тушите то есть на ночь не оставляете и такие же спираль не не они там еще по жужжат и потом все да буквально там две-три-пять минут хватает даже можно внутрь палатки за за лес закрылся поджог там молитву почиталка кодилов на поводил и все спишь без комаров вот ну потому что начинаешь тоже их там убивать некто уже крошки попили все там размазана размазывается палатки новая палатка становится с какими-то пятнами вот про балки хочу рассказать вот у нас на чукотке не знаю как в других тундрах есть балки ну то есть везде по-разному называют до избы хаты у нас она с на чукотке называется балок то есть это охотничьи какие-то домики и и в общем-то где можно переночевать они тоже бывают разное разного состояния есть какие-то хорошие куда люди ездят и сейчас то охотятся есть полностью разбитые есть вот и избы такие прям основательные было бы чем-то пить только на вот но нет они не отмечаются то есть спрашиваете у местных где есть балки или есть балок но нет заранее не получится только если только уже когда приезжаешь спрашиваешь у местных ну как правило это озера какие-то какие-то места такие где да есть чем заняться это они несут там хозяйственную цель не просто так поставлено поставлен именно для того чтобы либо рыбу поймать либо поохотиться либо где-то на пролетных каких-то местах это вот портрет олега куваева в одной из избе тоже вот охотничья избушка понятно там можно и просушиться и но не всегда я как бы мне нравится туда заворачивать в балок да как правило если там какой-то дождь если ты мокрый а так если сухо темпло и с комфортом комфортная погода то в принципе почему бы и не переночевать в палатке ну есть вот такие очень да очень красивые в красивых местах располагаются в местах где не не всегда их увидишь не узнаешь то есть не спросишь не узнаешь вот этот балок для для охоты то есть тут вокруг ничего нет он в тундре стоит но именно вот на пролетную птицу на охоту ну в балках тоже свой кофе есть там свечечки печечка трещит если ты нашел еще какую-нибудь бутылочку там кто-то оставил то конечно там очень классно это мы зайчик кушаем с диким луком вот зелененький это мы уху из хариуса с хеннесси пьем я мимо плыл остановился к вечеру при приплыли на лодке мужики и давай пить хеннесси короче в балке ну иногда да вот обламываешься тоже пришли к банка балку а там ничего нет ну очень часто они на самом деле уже балки такие там грязная мусорная то есть народ народа сейчас есть деньги есть кредиты они по накупали себе квадроциклы снегоходы и в общем с им спокойно могут доехать туда чтобы там набухаться пожрать пострелять все вокруг вот понятно если ты шел туда до пешком там с рюкзаком ты ничем плохим там заниматься не будешь но вот у нас народ сейчас дичает и чаще всего мы приходим и начинаем сначала в балке убираться там дверь ставить на место еще что-нибудь делать вот чем как бы просто кайфовать мишки мишки в тундре есть вот они на фото есть ну чаще как бы встречаются только следы слава богу вон он видите но от мишек от мишек я как бы ничего советовать не могу понятно что все знают что нужно делать да не бежать если сможете вот потому что один раз к нам на работу пришли медведи и мы тоже там с с коллегой из бразилии она была коллега из бразилии фернандо ее звали вот мы там лазим по тундре что-то делаем что-то хорошее делаем по работе вот и тут появляется там мамаша с двумя пистунами сверху метров 200 а у нас инструктажи на работе но четко проводится все знают что медведя увидел спиной не поворачиваюсь не беги фернандо так разворачивается и к машине там а машин тоже метров сто наверное уже нас я и хорут ты куда бежишь она где да я знаю что не надо бежать на где у меня ноги сами бегут вот ну в общем до машины добрались но они там мимо шли на помойку у нас даже не смотрели в общем ну да то есть у спорт марафон есть хорошая реакция на эту тему они приглашали лучшего специалиста по бурым медведям в нашей стране михаил михаил же помогать михаила к речь к речь мара он очень много он по-моему в магадане даже жил или нет что ли там он очень много времени в общем провел на коломии на чукотке и занимается конкретно бурыми медведями у него есть книга про медведей мохнатый бог она называется написано вот там есть лекция о том что нужно делать с медведями как себя вести ну ну там вывод один если медведь хочет съесть он тебя сожрет девяносто девяти процентах и девяти десятых он как бы тебя есть не хочет он всегда уходит мимо то есть ну вот в этот процент желаю всем попадать да я я хожу просто настроившись на то что это дикий зверь и он как бы идет своей дорогой и идет мимо вот у нас счастью нашему мало мало людей на на чукотке ходят то есть они медведи не так разбалованы всякими там отбросами которые оставляют на каких-то туристических стоянок как вот часто бывает там в красной поляне там есть походы и буквально этим летом там тоже ходила группа людей миша там одну палатку он прям просто ее поломал вот хотя они все продукты отнесли и питались совершенно в другом месте но вот или звери уже привыкшие что их подкармливали что там есть пища да и он пришел и там шухера навел у них в общем в лагере вот ну на чукотке слава богу такого как бы пока нету это череп белого медведя потому что на чукотке вот если вы путешествуете по арктическому побережью то там есть шанс еще и встретиться с белым медведем и вот белый медведи но я я его не видел у меня летом этим не получилось съездить я должен был съездить как раз таки на в тур с туристами как гид пофотографировать белых медведей то есть у них в общем то небольшой ареал где их можно встретить но вот у меня летом не срослось так что до сих пор белого медведя не увидел но насколько я знаю белый медведь гораздо опаснее чем бурый потому что белый медведь он вообще все что любую любое в тундре или где-то он расценивает это как пищу и из-за того что во время своего развития в арктике у него вообще никаких врагов там абсолютно не было то есть все для него в арктике это все еда и пища то есть он видит и сразу вроде как тебе несется насколько я знаю чук через кемосы говорят что от него помогает если ты берешь палку и вот палкой как бы вот так на него идешь то есть это имитирует как будто бы ты морж то есть вот эти бивни клыки моржа и тогда он мишу можно в общем отогнать палками трекингами да ну так и в принципе да вот мы подошли к самому концу еды для медведей подошли к еде для людей то есть в принципе у меня какое-то время существовало мнение что вот тундра там богата на живность на еду пойдешь там всегда себе все добудешь когда я начал ходить в походы оказалось что нифига уток почему-то не видно никаких гусей там но если вы допустим с ружьем ходите зайчики тоже где-то непонятно где скачут ну в основном только вот грибы конечно можно найти там ягодки какие-то ну ягодами то сыт не будешь им только можно разнообразить там свой рацион вон кашку с утра вот лучше дело обстоит обстоит с рыбалочкой но тоже например я вроде как бы не шибко там рыбак но в принципе всегда без рыбы не оставался если где-то путешествуешь по речкам но речка какая-то есть вот но этим летом я не знаю что случилось например я ни одной как бы рыбины не поймал вот она и бросал там блесенки и все всякие крючочки вот она прямо мимо них плавает и не черта то есть рассчитывать что ты взял с собой удочку и значит сейчас каждый вечер у тебя будет там рыба или что-то какая-то еда тоже не стоит то есть это скорее какое-то дополнение там к твоему рациону но это налимчик оно вот такое конечно шикарное дополнение к ракциону но все-таки следует да раскладочку дома составлять не мечтая о том что там рыбкой перебьешься ну некоторые некоторые ребят ходят у нас там зачем ты это тащишь там все даже рыбу можно но я просто я же говорю я не особо такой рыбак в один раз я брал крючочек леску и точно так же вот так в речку кидал и спокойно там харитонов таких больших выуживал то есть вообще без проблем и подумал зачем таскать в принципе спиннинг но я ношу с собой спиннинг чтобы удобнее было удобнее забрасывать к просто на олешек понятно тоже что они не будешь охотиться на и потому что столько мяса не съешь но вот два раза видел в тундре охотников ну как-то мимо проезжали и меня оба раза угощали такими нормальными ломтями мясо я говорил мне надо там в десять раз меньше куда вы мне ну а съешь там ты чего это же оленина вот все последний слайд спасибо что послушали если есть у вас какие-то вопросики задавайте надеюсь советы пригодятся они нормальные конечно я я с такими что же ходил вот совершенно нормально до палатки ну я не знаю если честно говоря не смотрю не слежу как что но они бывают же и распродажи вот у спортмарафона бывают нормальные распродажи я даже такую палатку там брал то есть там пол цены палатка по цене который стоит бюджетные палатки вот например в каких-то магазинах надо конкретно смотреть по модели приходите смотреть что там за модель как она стоит удобства нет ну да я стал носить крокс я только вот сейчас купил они завтра первый раз со мной в поход пойдут я до этого жмотился и ходил с какими-то ашановскими тапками ну да 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 за 190 до 199 рублей ну вот я тут до розетта расщедрился они полегче да я согласен но там нет не за вас дырки там есть одни я покупал мне там пришлось дырки самому сделать потому что дырок дырок не было дырки чтобы это вода скаталась к докторе стать до тату я один раз прошел и мне фону и воды воды и холодно было. Потом я дырок надел. Да, у меня разные рюкзаки, смотрят, что. Я просто много набираю там, во-первых, какой-то фотоаппаратуры, дрон сейчас у меня появился. Как-то набирают, ну, я не знаю, 25-30, то есть это нормальная тридцатка я могу поднять и протащить. Самый тяжелый, я ходил, 35 килограмм у меня весил рюкзак, но это было с Пакрафтом, две недели мы ходили. 42 километра сделал я за один день с таким рюкзаком, ну, как бы думал, что, ну, все нормально, это выжил даже это. Но, правда, мы полежали там в горячих радоновых источниках на полпути, может быть, это помогло, не знаю, вот. 20 килограмм это, в общем-то, такой завес, как бы я даже не считаю, в принципе. Стульчик иногда люблю взять там с собой, да. Вот, ну, тоже спортмарафон, хеленок, хеленок в стуле очень, а вон он стоит, но это, конечно, огромный, я такой, я такой не таскаю, то есть маленький стул. Ну, потому что после дня перехода прям там сидишь, располагался, спинку облокотил или, или если, то есть, как бы нормально отдыхаешь, да. У меня сейчас надувной, но я самонадувающийся первый коврик купил в 2004 году. Еще их, вообще их, по-моему, никто не использовал. Он также стоил бешеных денег, я там еще был студентом, ну, я просто взял, накопил, купил терморестовский коврик, и все, я с тех пор как бы на пенках, да, уже как бы не спал. То есть, он до сих пор живой, я его отдал просто уже там другим людям пользоваться. То есть, с 2004 года, вот я, в пример, провожу, 14 лет прошло, он стоил тогда тысяч пять, что ли, я не, ну, тут, честно говоря, не помню, сколько стоил, ну, вот, если ту цену раскидать на 14 лет, он до сих пор живой, там, на нем появилось, там, может быть, там, четыре заплаточки, то есть, ну, вообще мизерная цена получается за какой-то там, ну, неимоверный комфорт просто. Сейчас терморест, но сейчас надувный такой толстый коврик. Да, я спокойно лежал, бросал, как бы спал, и, ну, понятно, что ножом туда не надо тыкать, ну, как бы все, все нормально. Лежал я, загорал, ну, нормально. Ну, не то, что же… Ну, я не знаю, сколько там нужно, дни они в походе должны провести, чтобы, да, чтобы у них как-то ультрафиолет повлиял на… У них, во-первых, же есть lifetime warranty, насколько я знаю, то есть ты можешь отправить в Ирландию или в спортмарафон. Вы принимаете коврики, если у вас купили? Да. Ну, в смысле чужие… Ну… Ну, может, так физически, теоретически можно, да. Ну, подспустить надо, понятно, да, что. В палатке, да, денете? Угу. Я сейчас использую надувной, потому что он толще, и, в принципе, вообще уже можно не заморачиваться. Можно вот я один раз спал, чуть ли не вот ни на ком, да, то есть он нормальный, и если понятно, что путешествуете где-то там, где там плоско, то он такой толстый не нужен. Вот, то есть у него именно комфорт из-за толщины… Не из-за того, что там мягче спать, как бы, или ты все равно его надуваешь, чтобы он жестенький был какой-то… Ну, лично для себя, именно из-за того, что из-за толщины он скрадывает вообще все эти сучки, камни и прочие-прочие вещи. Ну, так понятно, что ты его не бросай, куда попал. Ну, посмотрел сначала, не торчит там какой-нибудь шип особо острый. Ну, нет, не торчит, положил нормально. На июль на Чукотку? Да, ну… А вы мерзляк? Да, нет, ну, я ходил вообще, там у меня пуховый спальничек норфейсовский был, да. Он, у него комфорт плюс шесть, по-моему. То есть июль-то это месяц довольно-таки жаркий, и смотря, ну, смотря где ты ходишь. На побережье там понятно, что нужно что-нибудь, что-нибудь потеплее. Мой любимый спальник был, в принципе, на Чукотку, вот на все лето. Норфейс какая-то с мяу, у него температура комфорта, по-моему, плюс два градуса. То есть… Ну, сейчас новый, по-моему, вышел не ниже, у меня там еще старый. Сейчас я там с Фил Райвеном хожу, я уже не знаю. Не-не-не, на минус 30 у меня тоже. Ну, зимний, да, есть, на минус 30. Ну, был… Я был на сей дозере, вот, плюс два вот у этого спальника Фил Райвен. Фил Райвен, по-моему, вообще не возит спальники в Россию. Мне как бы привезли… Возят? Нет, не возят, да. Только у меня получается есть. У него плюс два температура комфорта, и я ночью просыпался, смотрел температуру, было плюс два, и мне вот было в спальнике вообще нормально. То есть даже жарко не было. Не, я сплю не в одежде стараюсь. Я спать не в одежде и в этом. Но я использую этот внутренний, как он называется, мешок, мешок. Да, вкладыш. Я использую вкладыш, ну, не хбшный, а такой… Нет, мешок, шелк мне не понравился. Он какой-то там, какой-то такой гладенький, нефоняненький. Нет, я не знаю, что за материал, но он тоже, на нем написано, что он повышает температуру градуса на два. Ну, нет, потоньше. Флизка – это прямо уж тепленький слишком. Ну, какой-то вкладыш в мешок. Ну, не хбшный, главное, потому что, ну, хбшка, я же говорю, ее не просушишь. Вот, вкладыш, и стараюсь спать без одежды, потому что, ну, чтобы как-то там тело отдыхало. Ну, может быть, там какой-нибудь эту, вверх, там, маечку или еще что-нибудь такое. И, как бы, если я беру майку, потом стараюсь брать… У меня есть еще специальный комплект, вот именно для сна. То есть, там обычных, ну, хбшка, такие натуральные материалы, не синтетика. Вот днем я стараюсь, ну, люблю ходить в синтетических, потому что, ну, лучше под отделение, быстрее сохнут. Простернуть можно, повесить, они быстрее высохнут. Это вот именно если спать где-то, что-то вот такое натуральное. А вы там сзади кто-то хотел, да, что-то спросить? Пух, синтетика. Ну, пух только… Мне нравится, ну, и за объемом. Понимаете, вы для зимы не выберете ничего синтетического. У вас будет вот такой огромный спальник. Да, можно пух, ну, спокойно, да, он же тепло, не отсыревает, как бы он просто меньше объем будет занимать, все. Все, в тундру идем. Так, ну, все, спасибо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. 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 Продолжение следует...